Сейчас мы поговорим про тематику и формат вашего кружка. Тематика — это то, чему будет посвящен кружок, а формат — как это будет реализовываться. Из общеизвестных форматов есть лекции, лабораторные работы, практикумы, выезды, например, выезды для проведения экспериментов или для забора проб. Можно придумать многие другие форматы, но сейчас мы больше сосредоточимся на формате проектной работы. Почему он так интересен? Во-первых, потому что он позволяет интегрировать все предыдущие указанные форматы, он позволяет интегрировать воедино знания и умения учащихся и лидера кружка. А во-вторых, потому что он позволяет приблизиться к реальным процессам. При этом я имею в виду, что в рамках проектной работы школьники, по сути, делают, или студенты, или ваша целевая аудитория, примерно те же самые этапы, которые происходят в реальной жизни. В реальной жизни мы ведь не решаем олимпиадные задачи, у нас нет одного ответа, нам не все дано, нам приходится искать ресурсы, поэтому, используя отраслевые и научно-исследовательские методологии и технологии работы, мы приближаем тем самым образование к реальности, а значит, делаем его лучше. Конечно, проектная работа еще хороша тем, что можно получить осязаемый и полезный результат по ее итогам, потому что она в целом фокусируется на достижении результата работы. Это не только презентация на конференциях и защита проектов. Это внедрение этого результата в работу, и на самом деле надо продумать еще один этап утилизации результатов работы вашего проекта. Если мы говорим дальше о результате, то надо определить, почему вы считаете выбранную вами тематикой нужной и актуальной. Далеко не всегда это так. Достаточно естественно, и часто мы можем это увидеть, работая с учащимися, что они предпочитают делать то, что уже умеют делать. Так легче достичь результатов и проще стартовать. Но не всегда это так работает в больших проектах, поэтому нам надо проектировать, исходя из будущего. А если смотреть здесь сейчас в настоящем и проверять себя, делая что-то актуальное или нет, самый простой, хотя и сложный при этом, способ — это найти заказчика. Заказчика на результат вашей работы. Если мы говорим про результаты кружка, то они могут быть разные. Например, научно-технологические решения и сами по себе технологии, которые в вами разрабатываются. Заказчиком может выступать бизнес или какое-то частное лицо. Например, вы можете в технологическом кружке сделать вывеску для находящегося рядом с вами индивидуального предпринимателя. Это будет вполне себе реальный осязаемый результат, который принесет ему пользу, а вы за это получите финансовую выгоду и научитесь работать с технологиями, например, технологиями проектирования и цифрового производства. Если мы говорим про другие результаты кружка, то сама по себе тусовка и сообщество кружка может быть значимым результатом. Этим оперируют фонды развития и институты развития, например, российская венчурная компания. Также в качестве партнеров при этом могут выступать поставщики решений. Например, поставщики решений для мейкеров, которые продают комплекты разных электронных наборов, компонент. Могут быть финансовые результаты работы кружка. Если ваш кружок финансово обеспечен и приносит прибыль, то вы можете привлечь предпринимателей или, может быть, даже открыть свою франшизу. Здесь нет ничего уникального, и в России действует уже больше десятка различных образовательных франшиз. Также результатом кружка являются его выпускники. Фактически это те ребята, которых затем к себе захочет вуз, если вы работаете со школьниками, или захочет работодатель, если вы работаете с студентами. А может быть, это будут юные предприниматели для бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов. Почему основная рекомендация состоит в том, чтобы искать бизнес в качестве заказчика, не умаляя при этом всех достоинств вузов и институтов развития? Потому что, работая с бизнесом, при этом можно достичь большей устойчивости. Мы не будем зависеть от какого-либо мецената, который может изменить свое мнение по отношению к руководителю кружка и, например, прекратить финансирование. Потому что мы оперируем реальными запросами в терминах «допавленной стоимости». Бизнес умеет считать деньги и надо уметь ответить на вопрос бизнеса. Что вы умеете и можете предложить в мир? Потому что часто люди интересуются только своими запросами, забывая о том, что они взаимодействуют. И правильнее, чтобы это взаимодействие было взаимовыгодно. Еще один полезный принцип взаимодействия с бизнесом состоит в том, что мы сокращаем петлю обратной связи в образовательном процессе. Если общее образование и высшее профессиональное образование вставляют более 10 лет, то, работая в рамках кружка, мы можем сократить эту петлю обратной связи до года или даже менее продолжительного срока. Таким образом, мы можем в рамках кружка учесть актуальные запросы вашего локального бизнеса или же других партнеров. Я отдаю себе отчет, что далеко не все кружки реально взаимодействуют с компаниями и поэтому дам несколько рекомендаций. К уже упомянутой рекомендации операции на взаимную выгоду я рекомендую вам посмотреть, чем вы можете быть полезны для партнера с минимальным вовлечением усилий и затрат. Например, если мы говорим про технологические кружки, то можете пригласить партнера поставить небольшие задачи для ваших учащихся и в формате хэтона или проектной школы достичь минимально жизнеспособного продукта. Подробнее о MVP он тоже будет рассказан в рамках данного курса. Конечно, о продуктовом результате мы поговорим еще чуть попозже, о привлечении партнеров. А сейчас важно осветить еще один момент, без которого невозможен кружок — это его участники. Это то, что тоже напрямую влияет на тематику и формат работы. Участники могут быть очными, они могут быть разных возрастов, они могут взаимодействовать с вами дистанционно, и вы создаете онлайн-платформу для общения. Если вы работаете с детьми, то при этом необходимо учитывать мнение их родителей. Участники — это самое важное, потому что в зависимости от уровня учащихся, от их вовлеченности, мы получаем те или иные результаты. Связь предложений и запросов ожидания школьников и родителей — это то, что важно проверить на самом первом этапе. Где будут востребованы навыки, которым вы хотите научить ребятам? Какие есть колледжи и образовательные учреждения, например, вузы вашего региона, готовые принять выпускников вашего кружка? А если таковых нет, вы действительно хотите, чтобы ребят, которых вы научили, озадачили проектами, и затем бы уехали в другой регион, я думаю, что это не очень желаемый результат. Подумайте также, за какими навыками будут приходить участники и заказчики. На какие рынки вы делаете продукты? Это будет к рассказу о партнерах. Есть ли в мире проекты, которые могут быть вашими партнерами? Например, есть очень сильное сообщество фаблабов по всему миру и образовательная программа международная — Фаб Академия. В рамках этой Фаб Академии создаются ежегодно сотни и сотни проектов, которые вы можете использовать в своих образовательных и продуктовых целях. Вы можете использовать эти наработки и делиться ими открыто с миром, используя open-source лицензии или, например, лицензии Creative Commons. Когда мы планируем кружок, также важно отнести себя и понять, мы говорим про прошлое, настоящее или будущее. Может быть, к вам уже приходят ребята, но подумайте и посмотрите, зачем именно они приходят. Как вы предполагаете, будут ли они дальше приходить или есть некоторые тенденции, которые надо учесть. Этап планирования очень важен, а также очень важно планировать, исходя из будущего. Мы говорим про будущее технологичное. С экранов и из интернета нам рассказывают про технологическую сингулярность. Но если мы будем делать то, что мы делали 20 лет назад теми же технологиями, придем ли мы туда или будем отставать от всего мира? Этот выбор за нами. Тактически надо смотреть, что сейчас находится в тренде. Если вы не представляете, какой темой могли бы заняться, обратите внимание на рынки национальной технологической инициативы. Если вы не знаете, с какими вызовами сейчас столкнулась Россия, посмотрите стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. Там эти семь больших вызовов кристально ясно обозначены. Когда вы работаете с участниками, подумайте, как вы будете делать промежуточные этапы и отсечки. Например, в какие конкурсы, конференции, соревнования вы будете страиваться. Хорошо, когда тот кружок, который вы делаете, является не отдельно существующим элементом, а элементом большой системы. Тогда достигаются синергетические эффекты, происходит общение ребят друг с другом, взаимоподдержка и коммуникация. Очень важно обращать внимание при этом на ваши локальные потребности и среду, в которой вы находитесь. На близлежащие вузы, на центры доп. образования, на запросы города и конкретно вашего района. Может быть, у вас есть вопросы и проблемы с экологией, тогда можно делать экологические проекты. Локальная специфика – это уникальный ключ к тому, чтобы делать поистине хорошие результаты, которые будут востребованы на окружающими, а востребованность этих результатов она положительным образом откликнется на мотивации ребят. Когда они увидят то, что сделано полезным другим людям, это качественным образом меняет образовательный процесс. Мы понимаем, что взаимодействовать с компаниями непросто, поэтому надо делать это стратегически и долгосрочно. Содержательная работа и формирование пула партнеров устраиваются небыстро. В этом видео мы обсудили некоторые аспекты, связанные с тематикой и форматом кружка, а в следующих мы поговорим про продуктовые образовательные результаты. Надеемся, что представленные нами вопросы для самопроверки помогут вам развить свой кружок и сделать его лучше. прошу. Продолжение следует... Продолжение следует...